4 часа набрали 6 у меня 8 вечера и так хлопцы гоп до кучи что имею ввиду это тема была другая совсем но начал я с нее потому что за 19 год я перебирал фотографии на полоса на несколько из них вот это вот прислали друзья не осталось никаких следов мне это занимало много времени я не думал что когда-то пригодится я не такой дальновидный как хотелось бы это значит что я сейчас не знаю судьбу вот этих саженцев прислали те где обычно мои вот вот эту фотографию прислали посажено по железу понятно вот это прислали вот давайте представим себе что вот это саженцы не мои а это 19 год а магазинная ну понятно что уже вот прошел и где бы это ни было скорее всего это голое поле или остатки таких уродсов корейки горбатых вот то есть вот эту фотографию тоже мы не знаем судьбу этих саженцев к сожалению сейчас поймете к чему я клоню и вот этот саженец явно видно мощный саженец хозяин его сильно обрезал видимо при посадке видите тут перекоп она значит свежая посадка этой весны и на людей что он порядке по виду на манжуре напоминает по виду он еще один похожий манжуре тоже судьбу не знаем так вот сейчас поймете это глобальное мое предложение но касается всей страны всех садоводов почему значит то что происходит в сельских институтах это горе и слезы науки она также не финансируется как все остальное и надеяться на то что система вот это срабатывать институт создает новый сорт желательно то местности да вернее готове месте он расположен наработки передаются в гсу на сорт исправительные участки там жесточайший отбор гора бумаг но зато поговорить тут из сотни испытанных 8 или 6 годится потом все это заносится в реестр потом передачи в плодопитомники которых уже нет да плодопитомники которых уже нет и никто всерьез ими не занимается или дышат наладан или стали перекупщиками помню это выражение у нас одна бабушка поливает это на весь когда-то крупнейший питомник россии так вот получается что система сломана по инерции какие-то жалкие гроши плать помните гсу я рассказывал мне рассказали это реальный человек который зарабатывал 7 или 9 тысяч будучи на этом директором гсу ну или начальником гсу или как там зовется 35 тысяч он зарабатывал семье семеро детей зарабатывал работая по ночам кочегаром вот это есть символ нашей страны поэтому у нас остается варианты мы сами то что мы сами уже на многих лекциях прозвучало так многих еще будет звучать и здесь будет звучать так но я столкнул с такой проблемой что меня взял и антон валерьевич сказал пожалуйста сделайте папку со всеми этими достижениями то есть где-то севернее южнее и западнее восточнее ваши эти самые косточки черенки и саженцы стали прекрасным садом и такие случаи есть а их не собирал а сейчас схватился вот пожалуйста начал копаться антон валерьевич ничего на наверно уже 19 год может уже и почки заложил светочка ну посмотрим я к чему говорю надо собирать все вместе но я оправдываюсь перед антоном я соберу у меня в голове надо все перешерстить макарова так нет помните даму это александру из это тоже черти где это считайте западная европа это это сам при прибалтийская почти отдельная страна это калининградская область да вот вспомните про это сам дальний восток там довольно удачно есть мои мои эти как их назвать ученики последователи вот вспомним урал урал это я считаю что я когда-то считаю садовая столица это хакасия и юг краснодарского края сейчас я так не считаю знаете почему потому что у нас как это так шло волной вот сейчас у нас полный застой не нужен ни я не сергей савинса никто из местных не приезжаете интересуется то есть полный застой а когда то мы были первыми а сейчас урал урал это урал это сергеев урал это латинков вот вот урал это долматов это монстры то возьму страми нельзя называть это как бы отрицательно вот если они огромные как динозавры по динозавры это символ уходящей эпохи И это горько, это так И вот получается нужна что? Досье на всех нас, кто этим займется? У меня ни сил, ни здоровья Вокруг меня две племянницы Которая одна вынуждена И сын Сергей Тот стал торгашом, потому что Ну что делать? Семью кормить надо Что это? Одна племянница Пошла работать шмотками Торгует в магазине А вторая сидит с тремя Детьми Вот, потому что Трое ребят в этом возрасте Это равны примерно Как сказать, цунами На Дальнем Востоке Примерно по этому По разрушительной силе И вот и все А теперь нужно что? Я и написал, нужна карта садов В России, кто этим будет заняться Даже я бы пустил к себе Компьютер, гигантский материал Которого не имеет ни одной Ни один инститет и даже академия Так, по пользе По важности И нужен директор Можете меня называть директором Но нужна настоящая секретарша Которая бы кто-то деньги платил Вот, видите в чем дело И человек, который бы был секретаршей Она бы сейчас бы Этим бы занималась с утра до вечера И бы работы на года на два хватило А пока вот Что там дальше не будет Ну, чем будет, то будет Смотрите Я бы сказал Проблемы Я бы сказал пожелания Они никому Потому что мы не организованы Мы садоводы-любители Нет у нас ни директоров Ни секретарш Нет У нас есть только Этузиазм и удачи Такие удачи Которые не снились Нет у института Вот Я бы всегда поражался Рядом Сергеев Рядом Лакенков Да И рядом же находится Научный учреждение Неудобно говорить какое И вот их этот фильм У них абрикосы С родним моим мазорцам Так я больше мазорцам Еще и слаще Вот это их уровень А ведь это официально Это настоящий сайт Это настоящий видеофильм Ну, видите как Я их не обижаюсь на них Я не говорю Что же вы там не работаете За такую зарплату Я бы Это Не то что не пошел работать К ним в это ГСУ Вот За их зарплату Я бы из дома не вышел Лучше бы сидел Со своей пенсией В 16 тысяч Ладно Поняли саму идею А как воплощать Вот еще пример Ну, это же 19 год Но наткнулся на эту Чья она А ведь у кого-то Появили свои косточки Вот Посмотрю сажение Сказать, что он здоров Не могу Ему там тяжело Светло-зеленые Листья Ему тяжеловато Он может быть уже Помирать собрался Я этого не знаю Но я знаю одно Вот эти косточки В этой местности Будут прекрасно Расти Если это не крайний север То их даже укрывать не надо Вот Рассказываю хотите Ну ладно Буду все подробно Ничего не Простите меня Сейчас я открою дверь Кто-то звонит Обычно девчат подкармливают Подросток Алло Да, пожалуйста Угадал Вот Думать я за свои деньги Под корону Нет, ребята За ваши Я у семена Не дешевая Вы Не дайте мне Иначе бы я со стыда Сгорел со своей пенсией Так Сколько вас? Двое Сегодня двое Ну ладно Потом захлопните На три метра к себе не пропускаю Чтобы не было ни слуха, ни сплетен Так Теперь Значит Вот это вот Косточки Я уже сказал Им сыны нет Чего это? Не знаю Вот Когда-то я хвастался Вот это вот Первый урожай Люди Помню, что люди радовались Люди Просили Благодарили меня Вот Сейчас Антон попросил Говорит Пришли фотографии У кого успех есть С моими Нет Бесполезно Не помню А чтобы найти теперь письмо Почему я на секретаршу намекал Это надо перерыть Сотни А всего тысячи писем Даже за год Несколько сотен Даже Не несколько сотен А много сотен За год Вот так вот Вот Антон Я сейчас так собираю Матерюсь Матерюсь